Миссия 15, ну 15-40 сантиметров, ну что поделать. Давайте послушаем Викторию из Даугуфпилса. Виктория, слышите нас? Да. Даугуфпилс тоже собирается Латта Лапса отправлять в газету «Сасканя Петек», но это как Бог даст. Давайте говорите, что у вас с Даугуфпилса. С добрым вечером. Здрасте. Добрый вечер. Я думаю, что Латта Лапса работает не для общества, но для собственной совести. Потому что больше молчать нельзя. Ни одна оккупация Латвии не привела к такой катастрофе для латвийского народа, как оккупация Вен-О-Тиби. Ух. И до сих пор же и неизвестно еще, сколько сотни тысяч выехало людей и сколько уже лежат в земле сырой где-то, но не в Латвии. И я думаю, что те, что выехали, не вернутся. И никакой там план по возвращению или обещание Вен-О-Тиби уже латвийцев не спасут. Вот такие мои мысли. Спасибо за внимание. Да, спасибо большое. Виктория, вот Эва просит до конца дочитать то ее письмо, которое я начал читать. Почему интересно почитать, я утрепала сейд, весело, интересно почитать ваши газеты, но почему иногда вы опускаетесь так низко, что пропадают у вас, господин Лапса, спрашивает Эва, элементарные нормы приличия? Конец вопроса. Ну вот такой я нехороший. Кодекс этики журналистской забыл прочитать. Но вообще я, господин Лапса, знаю, что в быту вы просто до неприличия приличны, вежливы и аккуратны. Я ни разу не видел, что вы кому-то кричали, кричали, в морду можете дать, плюнуть в лицо, послать по-русски. Ой, да, это конечно. Можете? Да, разумеется. Ну, не часто. А кого посылали? Пытаюсь вот прямо сейчас вспомнить, кого в последний раз так хорошо посылал, не помню. Честно, не помню. Но то, что могу, это точно. А что вас больше всего злит? Хамство. Хамство? Хамство. Хамство в ваш адрес? Или хамство в ситуации? Ну, вселенское хамство, скажем так. Так, хамство, мой адрес это самое меньшее, но с этим всегда можно справиться быстрее и проще всего. Ну, вот ситуация от Зинтеразатиса, скандал начался именно с вашей публикации, с вашего журналистского расследования. Наверное. О том, что человек, и партия, говоря о морали, этике, о том, чтобы оплатить налоги, о финансовой ситуации, купил через так называемую литовскую схему автомобиль. Это хамство, пусть и невербализованное, или не хамство, на ваш взгляд? Знаете, наверное, господин Даль мог бы ответить точно, что это именно так, по-моему... Нет, нет, я о вашем сейчас восприятии говорю. Да, о моем понимании... Ну, наверное, это какое-то... Не знаю, соответствует ли данный случай моему пониманию хамство. Ну, наверное, какой-то подраздел, там, стандартное латвийское политическое хамство. Наверное, так можно назвать. А вы можете назвать политикой, которая вам нравится, которая вам симпатична, который не хам по своему отношению потребительскому к обществу? По-моему, мы что-то говорили об этом в прошлый раз, когда я был здесь, в этой студии. А интересно, как вы скажете, сейчас, спустя полгода, конечно, интересно. Да, я тогда пообещал подумать, нет, пока не придумал. То есть в Латвии таких нет? Ну, есть люди, которые, ну, вот, например, ну, которые в какой-то в одном своем ракурсе, что ли, соответствуют тому, что я понимаю, под словом, хороший политик. Ну, вот, например, вот сейчас нормальный, стандартный латышский слушатель, зритель будет меня ругать последними словами. Но, вот, например, Ушаков такой эдакий, но то, что Ушаков умеет работать с журналистами, то, что у него, ну, вот, у меня очень редко были случаи, когда, вот я задаю пресс-секретарю какой-то вопрос, касающийся мэра. И через полчаса мэр сам звонит и рассказывает, вот так-то, вот так-то, вот так-то. С одной стороны, я отлично понимаю, почему он это делает, потому что вот это его шкурно интересно, но, с другой стороны, это замечательно, что человек настолько рационален, что он может найти, вот, понимает, что вот лучше, и сам объясню, от этого как-то вот ему будет лучше. Выиграть все. Даже если портал Петрик, он спрашивает, сколько раз, я не знаю, Ушаков ехал на машине и превышал скорость. Знаете, вот, как раз в этом случае мне пришел в голову, потому что именно такой вопрос я задал месяц назад, полтора месяца назад. И, ну, с одной стороны, можно понять, что происходит на том конце, что вот Ушаков, его пресс-секретарь, кто-то вот, вот, думает, раз Лапса такой вопрос задал, значит, он знает, у него эти данные уже есть. Он тут, тут, лучше мы его все, все сами расскажем, будет нам не так больно. А средний латвийский политик, независимо от национальности и политической принадлежности, на такое абсолютно не способен. То есть, он, ну, то есть, он понимает, что хорошо и что плохо, но это выше его сил, во-первых, самому что-то о себе раскрывать, во-вторых, еще больше за что-то публично извиняться, например, тот самый случай с Затисом, он мог бы закончиться в следующий день, после того, как начался. Затис должен был выйти, сказать, ой, извините, не подумал, ну, как же я так, вот сейчас я эти деньги верну, и все. Вместо этого, как полагается представитель данной проды, вот, вот, как-то он тут кругами, там, там, что-то вот не то, вот это не так, ну, и пошло-поехало. Вся партия встала защищать, говорит, морально и этично. Вся партия, сказать, были представители, которые осудили, но не громко. Ну, и как о такой партии не сделать газету? Хорошо, но ведь и об Ушаковой будете делать газету, вряд ли там будут прославляющие у Ушакова материалы. О, великий Нил Валерьевич, спасибо, что наш мы. Ну, вряд ли, зная вас, ну, вряд ли. Вряд ли, да. Я думаю, что во время проведения Ушакова в Риге произошло столько нехороших вещей, то там и роман можно сделать. Ну, попробуем, ну, вот, все-то, весь тот пир во время чумы, который проходил в Рижском свободном порту, Рига с Сатексами, все то, что там происходит, ну, те самые тарифы, ну, кто не знал, что зима будет такой, ну, что тарифы будут. Вот, и, ну, конечно, улицы, которые мы все видим, и, ну, нет, ну, всегда можно, конечно, винить. Вот у нас после осени наступает зима, и потом весна, вот, ну, никак не можем с этим справиться. Давайте послушаем звонок от Юрия из Олаяна, и потихоньку пойдем на рекламу. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте. Господин Монекер, нельзя же так злоупотреблять служебным положением, доставлять себе удовольствие в день своего рождения, с чем я вас поздравляю. Спасибо, спасибо. Ладно, не мой, не мой час сегодня, давайте. Вопрос латвов. Я понимаю, что не ваш час, я просто имею в виду, что нельзя так, вот, да. Вы как эти двое из дворца одинаковых лица, хотя, конечно, не одинаковых. На очки намекаете? А? На очки намекаете? Да не на очки. У меня дороже, чем у Лапса, что вы, обижайте. На очки, а на то, что вы делаете, в общем-то, значительно, ну, в общем, здорово похоже на одно с другим. У Лапса, вот, Лапса должен сегодня в деньгах купаться, его вина Киба должна снабдить деньгами, чтобы он что-то выпустил против, ну, от центра, согласен. Не против, а вот в центре согласия. Они его должны деньгами засыпать, и все остальные партии, там, ну, кто там недоволен центром согласия. Я что хочу сказать, конечно, еще Дон Кихоты не перевелись, и слава Богу, да. Я не знаю, в чьих интересах работает Лапса, мне это совершенно безразлично. Главное, то, что, вот, скажем, у нас есть КНАБ, который должен выплатить 75 тысяч Лейнбергу, да, настолько непрофессионально. Это мы с вами должны Лейнбергу выплатить. А Лапса еще ничего не выплатил. То есть Лапса эффективнее, КНАБа работает, ну, во всяком случае, для нас с вами, для общества, Лапса ничего плохого пока не сделал, в отличие от КНАБа. Я и Лапсу поздравляю в день вашего рождения. Ой, Юрий, ну все, у меня прощальный концерт Аллы Борисовны Пугачевой, нужно прекратить. Вы не обижайтесь, конечно, да, я, вот, всего доброго вам обоих. Да, спасибо. Но я, кстати, нет, я абсолютно не примазываюсь к славе Лата Лапса, я бы так не смог, я честно скажу. Я просто иногда думаю, как вы, во сколько вы встаете, во сколько у вас день начинается? 5.30. 5.30. Да. Как у вас, иногда, наверное, что, по секундам должно быть, я просто считаю публикации, я считаю просто количество знаков написанное, ну, я примерно прикидываю, где ваш авторский текст, где там в соавторстве, может быть, написано, ну, так, по-журналистски. Да. Я бы не смог перелопатить такое количество информации, я бы не смог, не говоря уже о том, что иногда это опасно, и я, может быть, не раскрою большую тайну, но один раз я вас приглашал на эфир, вы меня предупредили, и потом я узнал, что вы даже не в стране, я думаю, ему же, наверное, что-то угрожает, он же не просто так уехал из Латвии. Давайте об этом поговорим сразу после короткой рекламы, опять реклама. Смотрите сегодня.